Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно заработать на гуманитарной помощи для населения и ее воровстве. Вариант номер один. Телефонный звонок. Румацкая организация находит группу людей, управдома или частных домов, связывается с ним, либо он находит их сам. Они говорят, что мы готовы вам привезти гуманитарный груз, но для этого нам прежде всего нужно ваши данные, всех тех, кто будет получать. И мы просим вас их предоставить по телефону заранее, либо сбросить в Viber. Таким образом, представители гуманитарного груза получают данные, с помощью которых они могут заполнить ведомости для отчетности, потому что у них есть своя отчетность перед поставщиками этого гуманитарного груза. А далее они звонят этому управдому, говорят, извините, у нас вышла накладочка, мы не сможем вам привезти этот груз, но мы сохранили все ваши данные, и мы обязательно будем иметь вас в виду, и в следующий раз вам все привезем. А сами же с помощью данных они берут заполненные ведомости с подделанными подписями, возможно, если уже фотографии, они берут фотографии с каких-то старых развозов, и предоставляют поставщику гуманитарного груза. А сам же груз, в зависимости от его объема, идет либо на полке магазинов, либо в личный карман. Вариант номер два. Он вполне законный. Согласно закону Украины, гуманитарная организация имеет право тратить 20% своих поступлений на операционные расходы. Да, понятно, что есть определенные расходы, какая-то часть уходит на бензин, какая-то на аренду помещения, какая-то на электроэнергию, но нас интересует заработная плата, потому что основным источником дохода и коррупции в этом случае является заработная плата. Глава организации в данной ситуации просто находит фиктивных лиц, то есть своих знакомых или коллег, ставит их официально на заработную плату по минимальному тарифу. Либо же эта заработная плата ставится еще в большем размере, но в рамках этих 20% операционного расхода. В такой ситуации глава организации просто выдает своим фиктивным работникам определенную сумму. Одну тысячу, две тысячи, но все остальное идет ему в карман. Но все как бы официально. Он получил деньги в виде дохода на счет громадской организации, выплатил дриюре своим работникам заработную плату, они получили тоже определенную часть денег, а всю остальную сумму он просто положил себе в карман. Следующий вариант, наверное, мой самый любимый. Это пакет президента, который выдавался всем в прошлом году. Который многие очень жаловались, что не могли получить примерно уже через 2 или 3 месяца, хотя они были оформлены. С того момента, когда ввели уже определенные вот эти вот чат-боты, эта схема закрылась. Но до чат-ботов у нас еще было примерно где-то полгода, когда это можно было делать. Эту схему можно было проворачивать. Соответственно, чем больше организация, тем больше были масштабы. Каким образом это работало? Все так же с помощью ведомостей. Первый круг пакета развозили с абсолютно всем гражданам. Они их получали в первый месяц. Заполнялись ведомости, получались все данные. Но потом уже эти данные заполнялись в новые ведомости с поддельными подписями. А человеку на второй или на третий месяц просто мог уже не приехать пакет. Но ведомость заполнена, пакет выдан. А куда же делся этот пакет? Но в таких масштабах пакет просто грузился обратно в машину, ввезся на определенный склад, где пакеты разбирались, полетировались и завозились на полки супермаркетов. Таким образом, пакеты президента официально попадали в руки людей. А люди говорили, что они их не получают. Так все очень просто, потому что ведомость уже один раз была заполнена, второй или третий раз вы уже не нужны. Ведомость заполнена, подделана и выдана. Да, были фотоотчеты, я согласен. Но спросите себя, пожалуйста, когда речь идет о десятках тысяч, сотнях тысяч в масштабах страны. Кто-нибудь будет действительно в таких условиях проверять эти все фотоотчеты? Это никому не выгодно. Но по лесенке деньги заносились абсолютно всем. Снизу вверх. Нет, не подумайте, что я плохо говорю про волонтеров и тех, кто действительно помогал людям, когда они в этом нуждались. Я знаю сотни людей, которые просто отдавали последнее, жертвовали собой и рисковали собой, и действительно они помогали людям. Но я вам говорю, что когда вы увидите распиаренного волонтера, который вдруг неожиданно решит идти на выборы, но он занимался гуманитарной помощью именно для населения, то, пожалуйста, спросите его, чтобы он вам показал свои операционные расходы своей громадской организации. Я думаю, нам всем будет на что там посмотреть. И в итоге выяснится, что человек, который максимально улыбается, потому что он помог стольким людям, накормил столько людей, в итоге просто заработал столько денег. Но прежде всего я вас призываю помогать тем волонтерам, которые помогают в ЗСУ. Тем волонтерам, которых вы знаете лично. Тем волонтерам, у которых вы видели, что необходимый запрос от военных доходит непосредственно им в руки, военным. Силы обороны сейчас, как никогда, нуждаются в помощи нашего населения. Поэтому я еще раз вас призываю помогать непосредственно волонтерам, которые привязаны к тому или иному подразделению. И вы знаете, что ваша помощь дойдет непосредственно в руки. Всем хорошего дня и мирного неба!